Есть ли разница между рыбьим жиром, декозагексоеновой кислотой и экозапентаеновой кислотой? Давайте разбираться. Рыбий жир получают из печени трески и другой разной морской рыбы. И на 70% рыбий жир состоит из омега-9, полинасыщенных жирных кислот. На 25% состоит из омега-6 и омега-3, и остальные 5% это уксусная, масляная, каприловая кислоты, ну и некоторые микронутриенты. Основной ценностью рыбьего жира является наличие полиненасыщенных жирных кислот, которые способствуют образованию витамина F. А витамин F играет огромную роль в работе нашего организма. Во-первых, он препятствует развитию атеросклероза. Он помогает связывать липопротеиды низкой плотности. Он улучшает состояние кожи, является очень хорошим антиоксидантом. Также влияет на работу нашей гормональной системы. Витамин F относится к антиэйдж-витаминам. Он продлевает молодость, самочувствие, улучшает состояние иммунной системы, снижает хронические воспалительные процессы. Всего различают примерно 11 разновидностей омега-3. И три из них являются самыми лучшими, самыми полезными. Это декоза гексоеновая, коза пентаеновая кислота и альфа-липолевые кислоты. И если, например, вы решили принимать рыбий жир, то его в среднем нужно принимать 2-4 капсулы в сутки. Что касается ДГА и ЕПА, то их лучше всего принимать по 1000 микрограмм в сутки. Соответственно, когда вы покупаете, например, микронутриент, то есть БАД, обязательно смотрите, сколько грамм, микрограмм содержится в одной капсуле, в дозе. И, соответственно, вы пьете, исходя из того, что в организм должно поступать не менее 1000. Пьем декоза гексоеновую и коза пентаеновую кислоты в течение двух месяцев. Потом делаем перерыв. Постоянно пить ее не нужно. Можно через, например, 2 месяца повторить курс. Обычному здоровому человеку на самом деле достаточно употреблять 2 раза в неделю морскую рыбу для того, чтобы количество полиненасыщенных жирных кислот в организме оставалось в норме и витамин F вырабатывался в нужном нам количестве. Хотя в некоторых случаях на самом деле можно и добавлять микронутриенты в виде биологически активных добавок, например, пропивая их 2 раза в год. Да, кстати, и принимать необходимо микронутриенты в первой половине дня. Поэтому, если сделать вывод, то, по сути своей, рыбий жир, декоза гексоеновая и коза пентаеновая кислоты, по сути говоря, являются одним и тем же. Но только с нюансом. В них содержится разное количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. С вами был доктор Длин. Подписывайтесь на мой канал. Канал о том, как заботиться о своем здоровье, чтобы оставаться активным долгие годы.